1 февраля для Кингисеппского района В этом доме сидел в кресле, мать меня посадила, я смотрел, Кингисепп весь в заливе был, а снег был весь черный, черный вообще был снег. На этой территории, тогда, конечно, этих деревьев не было ничего, это был погреб у колонистов. Хозяева, здесь жили, это пань, и большой погреб был, он примерно, ну метров на 8, на 8 такой. Так вот, когда уже немцы заняли вот эту территорию, и всех выгнали из домов, и вот здесь 15 человек спрятались в этом погребе. Там у колонистов хранились овощи, картофель, там прочее, все. Так вот, немцы с этого, этого, стали вгонять, этих местных жителей, они стали, так они их всех расстреляли. Сколько там было, то ли 15 человек, то может больше, они кинули одну гранату, и с автоматной очереди всех положили. Вот в этот дом загнали 60 человек, стариков, детей и женщин. Забили двери и оставили одно окно, вот здесь только. Во второй половине дома находился немецкий штаб. Около вот этого дома, вот здесь, стояла пушка, и направлена в сторону вот Кингисеппа. А на той стороне уже были наши, вот уже когда Кингисепп стали занимать, то вот немцы сделали так, чтобы... А в этом доме они оставили это окно специально, не забивали, чтобы оттуда было видно, что здесь находятся мирные жители, и это было для них прикрытие. Они как раз вот пользовались, что находился здесь немецкий штаб. Целую ночь под звуки раций и писк азбуки Морзе Владимир Тимофеев и другие пленные пробыли в этом доме. Утром наши разведчики начали теснить немцев. Запертая дверь затрещала. Входит старший лейтенант в полушубке, белая эта шапка такая, и говорит, не выходите, сейчас начинается бой. Ну, они стали выходить, стали ждать. Прошло какое-то время, слышим стрельба, а потом ба-бах! Одна граната залетела в дом, вторая граната, здесь крики, вой, люди все стали скакивать, бежать. Мать меня схватила ранее, а меня ранило в голову, в руку, в ногу, схватила меня, вынесла вот здесь, поставила чуть-чуть, ну, подальше туда от дома. А крыша уже загорелась, уже стала крыша гореть. Она прибежала, взяла дочь, мою сестру Тамару, она была ранена очень сильно в живот. Вынесла ее и положила вот здесь, сирень такая была. А потом, когда люди уже все выскочили и стали бежать, кто куда, кто в лес, все. Немцы же здесь кого стреляли, а кого сразу стали, построили и в стороне вот этого, как его, фанерного, картонного комбината вот туда, значит, гнать. А мы с матерью выбежали вот здесь под берегом и на остров, перебежали в остров. У меня кровь, да, перед этим я еще упустил. Матька, когда меня, это, сказал, что Тамара уже мертва, она сняла телогрейку, оторвала платок, это платок, то есть рукав, и мне завязала голову, потому что мне кровь вся эта самая, в глаза. Пятилетний Вова со своей матерью сбежали и спрятались на складе картонного комбината. Забыть то время, как страшный сон, просто невозможно. Об этом напоминают и шрамы, оставшиеся на теле. 37 лет два осколка, простите, это, находились у меня, но я знал, что был ранен, а что осколки, не знал. А потом они стали беспокоить, и у меня в 81-м году извлекли их. После операции заведующий хирургическим отделением принес в палату извлеченные немецкие осколки, которые Владимир Тимофеев хранит по сей день. Хорошо, что еще есть живые свидетели, которые передают действительную правду о войне. Мы должны помнить свою историю, хранить память о наших предках. 1 февраля 1944 года – день освобождения Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков. Священная для жителей города и района дата. Ее можно считать вторым рождением Кингисеппа.